Приветствую вас, Юлия. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Ну, совершенно очевидно, что проблематика вытекает из вашего эмоционального восприятия секса, вашего эмоционального восприятия сексуального поведения, вашего в целом восприятия секса как такового, потому что он у вас на эмоциональном уровне связан с близостью. То есть, грубо говоря, вот как вы говорите после первого интимного парня, у меня начинается невроз, сразу же начинаю его ревновать. То есть, по сути, это вот попытка через секс, точнее установка, что через секс можно привязать к себе человек, что вы пытаетесь сделать. Мне пришло вот на ум такое, может быть, не совсем приятное для вас, не совсем приятный образ, когда вы через секс, особенно если пытаетесь секс сделать так, чтобы именно мужчине было хорошо, а не вам, вы покупаете человека, как бы покупаете его преданность, его внимание, его, может быть, присутствие в вашей жизни. То есть, через секс вы пытаетесь добиться его преданности. Почему, для чего? Ну, вопрос в вашей недостаточности, как сказал мой коллега. Мне кажется, в данном случае, что боитесь себя одиночества, мне кажется, в данном случае, что вас звоните на самооценку, мне кажется, в данном случае, что речь идёт про неверность в себе, ну, про вот эти причины ревности, да, неверность в себе, сравнивание себя с другими людьми, и некая такая акцентуация внимания на сексе, вот, то есть, ну, выделение его больше, чем необходимо, вот. То есть, это, возможно, вот, какой-то опыт, может быть, косвенный, непрямой, сексуальный ваш, повлиял на подобное поведение. И, соответственно, восприятие человека, в том числе и себя, как собственности, то есть, это некое такое вот обесценивание. Соответственно, эти потребности у вас есть, их нужно выявлять, осознавать, и учиться реализовывать несколько по-другому, да, нежели чем вы это делаете сейчас. Соответственно, здесь советы мне помогут, здесь нужна терапия, нужна индивидуальная работа с вами, вот. Ну, вопрос заключается в том, хотите ли вы. Тут нужно смотреть ещё, каких мужчин вы выбираете себе. Есть, есть подавление, что вы близости боитесь, вот. Эмоционально, физически, близости, не так сильно, как эмоционально, эмоционально близости. Есть ощущение, что боитесь, боитесь вы сильнее. Дальше, вы пишите, что был один парень, с которым мне было всё равно, как будто ему главное, хотелось получить удовольствие от сам, а ему после секса не было привязанности более сильнее, чем до секса. Ну, вот, соответственно, этот момент тоже нужно разобрать, рассмотреть, что это за отношения, что это за парни, и какое значение для вас имеют те парни, сексуальное удовольствие которых вы ставите превыше своего. Опять же, пока данное восприятие не будет вами чётко осознаваться, я боюсь, что ситуация не изменится. Но, в целом, есть ощущение, что вы как-то вот себя обесцениваете, да, и, как я уже сказал, посредством секса пытаетесь купить, привязать к себе мыши. Для чего? Нужно выяснять. Или, поэтому, выбирайте себе специалиста и начинайте работу. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok